Всем привет дорогие друзья, с вами механик, сегодня новенькая серия фарминг симулятор. Как вы помните в прошлой серии мы нашли с вами тут гелик, который утопили мажоры, а это значит что? А это значит, что нам нужно его спасать. Итак, отправляемся сейчас сюда и нам нужен какой-то погрузчик. Опять нам нужен фронтальный какой-то погрузчик, который сможет это все дело спасти. Почему? Потому что у гелика нету никакого фаркопа, ничего просто нету и соответственно мы его не можем никак зацепить. Но и утопить гелик тоже не вариант, поэтому нам нужно что-то вот, что-то аккуратненькое, да, что-то вот, что мы сможем с вами. Так, как вам такое? Посмотрите, по-моему вполне выглядит мощно, я думаю мы что-то с этим сможем сделать. Это у нас получается фронтальный погрузчик, мы его конечно же возьмем только лишь в аренду, покупать не будем. И к нему, так это колесный вернее погрузчик, колесный погрузчик и к нему нам нужен колесный погрузчик. К нему нам нужен, наверное, вот такой вот вилочный захват, я думаю. Давайте попробуем вилочный захват взять, также в аренду. Так, и посмотрим, что у нас из этого получится. Я очень надеюсь, что что-то да у нас выйдет. Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете, получится у нас гелик-то спасти или нет. Я очень надеюсь, что получится. И в следующей серии у нас уже начнется дальше застройка. Надеюсь, вы ждете следующих серий. А чтобы их не пропустить, просто-напросто нужно подписаться на канал. И тогда вы не пропустите новые ролики. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забирай ее бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam-аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки. Но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Итак, поехали. Поехали. Благо здесь ехать вроде как и недалеко даже. Мы сейчас вот здесь напрямик просто проедем. Так, сейчас посмотрим, нет ли тут машин. Справа, слева. Так, справа никого. Слева никого. Проезжаем аккуратно. Пассажиров не сбить. Пассажиров, говорю, ну вы поняли. Пешеходов. Так, едем, значит, аккуратненько. И все, сейчас доедем. Так, магазин, гастроном. Шикарно, шикарно просто. В дереве стоит. Слушайте, тут вот это дерево, оно реально прям мешает. Он же людям в окна лезет. Посмотрите. Так, я не могу, не могу пройти мимо этого. Мы должны сейчас с вами как бы помочь людям. Вы сами понимаете, что это не дело. Так. Этот дом-то мы с вами строили, насколько я помню. Слушайте, а что если нам вообще город построить? У нас этих домов, ну как бы, возможность построить дома есть. Поэтому мы можем их реально строить. Так, сейчас мы напилим здесь. Так, давай-давай-давай, пились. Что-то не пилится здесь больше. Ну, в целом, по-моему, получше стало немножко. Так, осталось только бревно. Но бревно, я думаю, мы и трогать пока не будем. Смотрите, такое ощущение, что внутри дома тоже какое-то дерево растет. Мы не можем в дом-то зайти? Нет, в дом не получается зайти. Ладно, ух ты, смотрите, тут уже какой-то, какой-то перец уже припарковался. Только что, по-моему, не было машины. Все, садимся и поехали дальше. У нас все-таки достаточно важная миссия. Как вам, кстати, вот такой вот мониторчик здесь? Посмотрите, целый айпад. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, как неудобно ехать на нем, непривычно, пипец. Так, а что вот это за знак такой? Посмотрите, слева внизу. Это что такое? А, под колесо типа не залазить? Тебя может раздавить? Я понял. И аккуратнее с горы, а то можно свалиться. Слушайте, давайте-ка мы вот так все-таки сделаем, потому что, ну, вообще неудобно ехать. То есть, они говорят, вот так не заезжай, а то перевернешься. На самом деле, он так еще и не заезжает. Выглядит, конечно, потрясно. Посмотрите, просто новая техника. Вообще. Новая Голландия, да? Нью-Холланд. Новая Голландия. Я думал, что Новая Зеландия правильно, а оказывается, Новая Голландия. Итак, где мы сейчас с вами находимся? Мы находимся здесь. Машина у нас вот там. Давайте, наверное. Хотя... Ладно, поехали, посмотрим. Честно говоря, я не уверен просто, что мост достаточно широкий, чтобы мы смогли проехать и развернуться на том берегу. Но сейчас будем что-то придумывать уже по ходу дела. Очень непростая операция. Надо, вы понимаете, прям с филигранной точностью все сделать, чтобы не повредить машину. Ну, как бы гелик надо оставить целым желательно. Не утопить его, естественно. И да, скорее всего, мы здесь не проедем. Ну, по ширине в плане. Просто если я его сзади... Да, слушайте, не, мы... Мы его скинем только. Есть вариант вот там попробовать проехать или... Но вариантов больше нет. Давайте попробуем там, посмотрим, что там за глубина. В принципе, у нас трактор-то довольно немаленький. Мне кажется, мы сможем. Сейчас посмотрим. А вы представьте, какой здесь можно жилой комплекс построить с видом на реку, на гору, вон на ту. Мне кажется, мы должны освоить вот эти вот просторы родные и просто здесь застроить все. Куча новых жильцов приедет. Наша деревня просто расцветет, мне кажется. Вот смотрите, здесь же... Ну, очевидно, как будто какой-то съезд есть. Давайте попробуем, может быть, аккуратненько. Или нет? По-моему, там дальше глубина. Неужели никакого переезда здесь нету, а? Слушайте, глубина дальше. А, нет, нет, вот что-то белое вижу. По-моему, есть перешеек такой. Но дальше опять глубина, а потом вроде опять какой-то перешеек. Или мне кажется? Так, написано, не заезжайте на глубину, но я и не заезжаю на глубину, я только ковш опустил. Может, надо ковш поднять, и тогда все получится? Двигатель у нас сзади. Выхлоп мы не затонем, не затопим. Так. О! А-а-а, нет, там еще глубже. Я понял. Вот это интересный, конечно, кадр. Ладно. Я все понял. Мы с вами... Наверное, не будем топить, да? Посмотрите, как выглядит это. Получается, чуть не утопил трактор? Или утопил трактор? Как получается-то? Чуть назад не выезжает. Я сейчас в моменте подумал, что он реально назад не выезжает. Так. Ну что? Поехали тогда туда. Ну, не знаю, давайте попробуем прокраситься прям аккуратненько как-то. Мне кажется, мы здесь, даже вот здесь сможем проехать. Прям по бережочку. А, не, не смог. Смотрите, куст оказался крепче. Так, попробуем немножко объехать куст. Ну-ка. Ну, вроде не переворачиваемся и на том, спасибо. Ну, посмотрите. Мост выглядит супер ненадежно. Давайте будем откровенны. Трактор выглядит слишком широко, чтобы проехать и поместиться. Но у нас просто-напросто особо вариантов-то нет. Где мне там проехать? Больше, ну, по сути, негде, да? Давайте прям миллиметражом попробуем пройти. Так. Пока вот не совсем понимаю, сможем проехать или нет. Сейчас давайте вот так посмотрим. Слушайте, ну, вроде как должен проехать. Давайте пробовать. И потом мы его спереди просто чпак. Вот так вот и все. Если мы это сзади сделаем, он очевидно упадет. Так, может быть... Так, нет? Нет. Вот так лучше видно. Так, и чтобы не упасть, и чтобы гелик не свалить. Ну, вроде нормально, слушайте. Фух, неплохо, неплохо. Сейчас тогда здесь доезжаем, разворачиваемся, едем назад. Давай, аккуратненько. Ну, и будем нашу спасательную операцию проводить. Очень надеюсь, что все у нас получится. Ну, реально, знаете, не хочется, чтобы он просто взял и упал. Вообще, если прям вот в идеале рассматривать эту ситуацию, просто идеальную какую-то брать, нужно вот как-то... Как-то вот туда вот что-то подсунуться, и тогда было бы вообще класс. Но, честно, я не уверен, что так получится. Так, давайте попробуем. Тогда выворачиваем колеса сюда. Еще немного вперед. Еще ниже. Я вам говорю, здесь нужна прям филигранная точность. Просто посмотрите, как это выглядит. Так. Опа! Тихо. Тихо. Трактор у нас как бы... Ну, как вам сказать? Не в супернадежной позиции оказался. Так. Тихо, тихо, тихо. Так, подождите. Давайте-ка еще раз назад. Сейчас попробуем еще поближе подъехать, и потом просто выкрутим руль прям на месте. Да? Вот так вот. Очень это сложно, я вам скажу. Так, чуть-чуть назад. О! Так, я его... О! Ребята, поймал. Вот она, рыба моей мечты. Ясь здоровенный, ребята, ясь. Так, как-то... Можно? Хотел посмотреть на все это дело. Так, ну-ка. А, отсюда не видно, ладно. Просто хотел как-то... Как это все со стороны выглядит, посмотреть. Ну что? Сейчас нам нужно как-то аккуратно его попробовать. Тихо, 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 тихо. Ну, вперед вроде как получилось поднять, но давайте, наверное, еще попробуем. Ой. Вот так вот. Смотри. О! Вот это отлично уже у нас получилось. Без резких. Без резких. Единственный нюанс. Мне кажется, теперь я точно не смогу туда пробраться, на ту сторону. Вот что мне кажется. Чтобы зад его вытащить. Так. Ну, давайте пробовать. Ну, тут прям как-то очень... Очень миллиметрировать нужно. Так. Миллиметраж пошел. Миллиметраж в деле. Миллиметраж пошел аккуратненько. Вы понимаете, да, все риски? С одной стороны можно гелик обратно столкнуть. С другой стороны можно трактор утопить, который в аренде. Что вообще не круто. Так. Просто покрышкой трупа покрышки, видите? Чисто покрышкой по покрышке протер. Фух. Готово. Так. Разворачиваемся. Вот это филигранная точность. Вот о чем я вам говорил. Вот это я понимаю, конечно. Да. Так. Аккуратненько поднимаем прям за задний мост. И сюда ставим. И опускаем. Все. Дома. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Благо трактор это у нас, ну, нормальная штука. Это не игрушки вам. Все. Прекрасно. Фух. Я уже испугался, если честно. Ну-ка. Пошли пробовать. Сейчас попробуем отсюда выехать. Ну, тут все. Тут уже как бы вообще. Изи. Так. Завести нужно двигатель. Все. Шикарно, ребят. Посмотрите. Просто он в идеальном состоянии. Просто в идеале. Вообще. Вот это пушка. Ладно, я его тогда здесь припаркую. Ключ потом отдам. Ну, вот и все. Спасли гелик. Довольно легко и просто это было. Как по мне. Ну, как легко и просто. Не прямо уж легко и просто. Но, тем не менее. Пришлось, конечно, постараться. Но у нас все получилось. Это главное. Ну, что, ребят. На этом серия заканчивается. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.